Прошедшая мобилизация выявила огромное количество недочетов в деятельности военкоматов. И в первую очередь это было связано, что абсолютно все в военкомате было в папочках, бумажечках и вот никакой какой-то общей базы. Подготовки к этой общей базе не было. Предприятия, которые должны были вести воинский учет, не вели воинский учет. И, соответственно, отсюда мы во многих регионах видели проблемы, связанные не того призвали, не туда призвали, не по ВУСу призвали, человек отслужил, а у него давно уже второе высшее с кучей всего, а не было в военкоматах. И самое главное, что в этом законопроекте сейчас приняли, это создание единой цифровой базы. И это отвечает духу времени, ну и, собственно говоря, как раз проблема мобилизации показала надобность и скорейшую надобность создания этой единой доступной базы. ТСЖ, управляющая организация, учитывая сейчас финансовое положение, очень многие содержали паспортистов. Так вот, в обязанности паспортистов входила весь перечень переписки лиц, которые подлежали определенному учету. Военкоматы просили, писали заказные письма о том, что предоставьте данное сведение. Что значит предоставить данное сведение? У нас же закон о персональных данных. Многие просто-напросто запрещали предоставление своей информации иным органам. И поэтому, естественно, когда приходило письмо, паспортист, она могла, либо лицо, которое ответственное, многих должностей не было, это паспортист, но все равно они отвечали за это. И фактически вся информация шла, либо переписывалась с прошлых лет, это не точная информация поступала в военкоматы, и, конечно, поэтому много и нарушений, как говорится, лицо знало, не знало. В настоящий момент я считаю, что в принципе, что люди должны получать информацию в полном объеме, хотя бы через госуслуги. Правомерен ли такой подход к учению повесток? Можно ли сказать, что это? Ну, собственно говоря, здесь сделали два новых вида вручения в повестке. Первое – заказным письмом, второе – через госуслуги. При том, что по госуслугам будет отправляться только тем, кто есть в госуслугах. Ну, собственно говоря, и речь в законопроекте идет либо о тех, кого призывают на срочную службу, либо о тех, кого призывают на военные сборы, пиджаков так называемых, как их называют. Ну и, собственно говоря, по электронным будет отправляться там, где есть у человека в госуслуг. Нельзя сказать, что вот там кинули тому, у кого нету. Все-таки база позволяет оценивать и распределять наличие человека в сети. То есть не пришлют того, у кого нет интернета. Ну, это будут так делать? Нет, вот тому, у кого нет интернета, это не пришлют, не будет этого. С другой стороны, ну, а, собственно говоря, повестка, отправляемая заказным письмом, да, ничем не отличается от повестки суда, отправленного заказным письмом, да, или там любых органов власти, которые налоговые отправляют заказными письмами, да. И это считается достаточным тем, что тебя действительно уведомили о том, что есть. Собственно говоря, вообще, как раз с точки зрения уклонистов от срочной службы, они как раз правовую коллизию закрывают таким образом. А можно ли назвать какие-то все равно нестыковки в этом законе? И какие конкретно? Вот они же есть? На данный момент закон пока пустой. Любой законопроект, который касается, ну, вот там, всей территории России вообще, и взаимодействие между разными службами должен быть, вокруг него должно быть еще много нормативно-правых актов, которые, там, межведомственные взаимоотношения прописывают, прописывают разные системы, там, вот, если так, то так, да, при этом в межведомственные, да, там все равно задействованы и органы, там, опеки, и МВД, и вот, ну, вот разные ведомства, да, и в этом плане пока закон в этом плане голый. Но сначала необходимо принятие, вот, нормативной базы большой, вот этого закона, да, а в дальнейшем каждое ведомство, вот сейчас в течение полугода обязаны, вот, прописать те нормы, каким образом правоприменительная практика будет у этого законопроекта. Спустя рукава нельзя к этому закону относиться, да, а именно в том плане, что ты обязан будешь теперь хотя бы раз в неделю смотреть на госуслугах, а не было ли такой повестки. Как говорится, поживем, увидим, что дальше будет, но, в принципе, я считаю, что, как бы, порядок он должен быть, да, то есть я, ну, наверное, может быть, не за все то, что там указано, да, потому что, это, конечно, я говорю, еще трактовки будут, и пояснения, и практика будет устанавливаться медленно, но еще, конечно, нагрузка, наверное, на суды возрастет, потому что жалобы, конечно, наверное, думаю, что по этим, по ограничительным мерам они будут поступать. У человека есть права, но есть и обязанности. И в данном, в этом плане, служба в армии, срочная служба у призывников является обязанностью человека, и уклонение от обязанности должно караться. Если раньше все, что могли, это там работники военкомата вместе с участковым пытаться бегать и найти, да, то теперь просто прописаны более точные условия для и поиска, и всех остальных мер воздействия. И вот с точки зрения государства, это правильное решение того, что, ну, вот, что раньше не могли делать, потому что не было законов. И это, опять же, это ничем не отличается, например, от тех, кто там не платит штрафы, не платит алименты, им ограничивают те же самые вещи, нельзя выехать за рубеж, нельзя... Ну, нет, здесь побольше, по-моему, нет, 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 практически те же самые условия. Возьмем Израиль, да, в Израиле даже женщины проходят срочную военную службу, да, и там это считается нормой. Вот там уклонисты могут быть, ну, только там по суперрегулиозным основаниям, но при этом они проходят альтернативную службу. При этом закон об альтернативной службе у нас уже принят, да, и в данном случае, ну, не желаешь ты с автоматом защищать родину, и проходи альтернативную службу там в госпиталях, там, в хозяйственной деятельности и так далее, да. Вообще это правомерно запрещать выезд из страны, ведь у нас, ну, как бы, вроде бы свобода перемещения. Здесь я затрудняюсь сказать, потому что это перед, ну, во-первых, вы должны явиться и выполнить свою обязанность, да, отметиться, вы решите этот данный вопрос. А, ну, я еще раз говорю, это дисциплина, да, дисциплина, которая должна нами исполняться. То есть игнорирование, ну, это же воинский учет фактически, да, и вы должны это исполнить. А госуслуги это не станут сейчас таким сайтом, который во все начнут, собственно, бояться это, как вот, просто, как военкомат, да? Опять же, трогает, трогает небольшое количество, да, тех, кто там, вот там, либо там к военной сбору подходит время, либо тех, кто действительно на срочную службу идёт призыв в армии, да, при этом, ну, смысла избегать. В этом плане, ну, уклонист, он сейчас бегает, потом будет бегать, ну, он так и будет бегать, да, ну, он уже решил вне зависимости, как это будет, да. А в этом плане то, что госуслуги будут, чем дальше, тем входить, ну, тем больше входить в жизнь, ну, это тоже понятно, да. Удобно платить штрафы, записываться в поликлинику, смотреть любые льготы, оформлять любую бумажку, не там, ходя по чиновникам, да. И в данном случае ещё, ну, ещё один большой пласт подвязали вот военкоматы госуслугам, и это тоже будет вполне нормально, да, потому что в дальнейшем мы увидим, что у тебя и в этом плане будет там, ну, вот как ты сейчас в госуслуги входишь там в личный кабинет в налоговый, можешь видеть, да, сколько у тебя там налог на землю, там, на квартиру, на машины, оплатить всё это, так и там, ну, и внесение изменений можешь отсматривать, да. Так, собственно говоря, изменения будешь вносить в личном кабинете, например, в военкомате. И это тоже удобно, да, в этом плане, там, наличие высшего образования, там, это же всё ведёт к изменению военной учёной специальности в том числе. И вот большая цифровая база, ну, вот как раз поможет избежать тех больших проблем, с которыми вот мы столкнулись в течение 22-го года.